МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приезжать позитивом сегодня мы будем вас. Очень хороший день, пятница, скоро выходные, хотя суббота рабочая. При этом не думаю, что это испортит вам сегодня настроение с утра. Оставайтесь с нами, будет много интересного. Мы очень надеемся, что вы хорошенько выспались, как уже сказал Виталий. Вот, кстати, что касается сна, психологи выяснили, что недостаток сна, он портит личную жизнь. Вот так вот. Сон должен помогать личной жизни, нет? Ну, конечно, потому что специалисты уверены в том, что тот, кто из нас спит около 8 часов в сутки, эмоционально более устойчив, позитивен, ну и, конечно же, терпим в решении спорных вопросов. Но это, естественно, положительно влияет на взаимоотношения с окружающими людьми. Ну, кстати, по статистике нормально, человек должен высыпаться, как ты уже сказала, 8 часов, но около 40 жителей нашей планеты немножко не получается это делать, и все мы немножко не досыпаем. Но я знаю о том, что в Японии во многих корпорациях разрешено поспать даже в обед. 15-20 минут после обеденное время на работе в специальных отведенных комнатах с наушниками, отличной музыкой, и можно отдохнуть. Это очень способствует дальше работе. Очень жаль, что мы живем, конечно, не в Японии. Вот дневной сон, он был бы очень кстати, особенно учитывая наши ранние утренние эфиры. Или маленький сон во время эфира. Сегодня вас ожидает прекрасный день, и мы в этом уверены, наполнен любопытными новостями, праздничными моментами, интересной информацией. Ну, мы, конечно же, сегодня проведем два замечательных розыгрыша, дорогие телезрители. Какие, вы узнаете чуточку позже, пусть это будет интригой. Также нас ожидает прямое включение с нашими коллегами из Минска, ведущими программы «Доброй ранницы Беларусь». О чем мы будем беседовать? Для нас это, конечно, пока загадка, но мы уверены, что будет масса интересной и полезной информации. Оставайтесь с нами, вы об этом узнаете. Ну, а сюрприз у нас сегодня заключается в том, что мы хотим разыграть сразу. Правда? Давайте мы это сделаем сейчас. Почему бы нет? Зачем нам тянуть до середины программы? Друзья, мы телефон прямого эфира 21-55-65. И сегодня у нас на кону очень интересный сертификат, который разыгрывает несколько... связан с кофе. Это сертификат на... Это детский розыгрыш. Мы обязательно должны об этом сказать. Мы надеемся, что малыши наши уже проснулись, взбодрились, позавтракали. Сейчас собираются в детский садик или в школу. Их родители уже могут набирать номер студии прямого эфира. Наш 21-55-65. Вы можете получить, дорогие наши малыши, сертификат на один большой молочный коктейль. Да, почти кофе. Это детский кофе. Кейлап кофе, да. Лаборатория кофе. Этот сертификат будет действительен в течение месяца. Итак, внимание, загадка, на которую вам нужно дать правильный ответ. Звучит она следующим образом. Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей. Сквозь очки свои гляди. Добрый доктор. Что это за сказочный персонаж? Отвечайте на наш вопрос, звоните в студию прямого эфира 21-55-65. Мы обещали, что вопросы будут сложнее. Сегодня это связан вопрос со специалистом, который помогает это делать. Ну, надеюсь, никогда нам не будет он... Ну, не нужен нам не будет этот специалист. Может быть, уже кто-то догадался. Взрослые могут помогать выигрывать полезный напиток. Молочный молоко вообще полезный продукт. Поэтому надо помочь своим детям. Помогайте своим деткам. Напоминаем, что мы разыгрываем сертификат от лаборатории кофе. Сертификат на один большой молочный коктейль. Теплый или холодный. Адрес, по которому находится кофейня, да, это... Теплое молоко. Возвращение в детство. Очень полезное, правда? И не только для детей, кстати. Звоночек у нас есть. Замечательно. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Аня. Очень приятно, Аня. А сколько вам лет? Десять. Десять лет. Аня, скажите, пожалуйста, вы уже успели позавтракать? Да. А молоко было на завтрак? Да. Серьезно? А что еще было на завтрак, кроме молока? Хлопья. Классно. Хлопья. Отлично. Полезный завтрак у вас. Я вам скажу. Что скажет... Что за сказочный персонаж? Давайте мы повторим загадку. Аня. Слушайте загадку. Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей. Сквозь очки свои глядит добрый доктор... Айболит. Что наверно. Верно, Анечка. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь этот замечательный сертификат от Кейлаб Кофи. Сертификат на один большой детский коктейль. Мы надеемся, что он тебе понравится. Ты оставайся, пожалуйста, на связи. Наши администраторы тебе расскажут, каким образом ты сможешь забрать этот сертификат. Ну, а далее полезная информация для всех. Зная о том, что сегодня кто-то идет на работу, мы с вами предлагаем узнать ту самую полезную информацию. Ну, и вы догадались. Это, конечно, прогноз погоды. Синоптики сегодня в каждом из городов региона расскажут об этом. Ну, а... Это будет чуточку позже. Сейчас мы вам хотим напомнить, дорогие телезрители, что у нас на календаре пятница, 4 марта. И по народному календарю это день Катыша. В этот праздник наши предки в последний раз катались с горок. И при этом приговаривали. Зима на исходе, так успей же на санках покататься. Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое и продлит. Также наши предки в этот день пекли круглые колобки Катыши на коровьем масле. Но именины в этот день отмечают Антоны, Дениса, Иваны и Николая. Так что если у вас есть знакомые с такими именами, то смело и, главное, от души поздравляйте этих людей с праздником. Кто хочет все-таки узнать прогноз погоды, тоже оставайтесь с нами. 4 марта знаменовано следующими событиями. В 1634 году по миссии лыщицы Брестского уезда родился Казимир Лыщинский. Белорусский мыслитель-атеист и материалист. Отрицал существование Бога и считал его фантастическим созданием человеческого разума. Утверждал, что мир существует вечно, а природа развивается по собственным законам. В этот же день, в 1678 году, родился выдающийся итальянский композитор, скрипач, педагог и дирижер Антонио Вивальди. Только в 20 веке было издано полное собрание опусов композитора. Всего Антонио Вивальди написал больше 500 концертов, 100 сонат, а также симфоний Сиренадо. Самое известное его произведение – времена года. 1877 год. На сцене Большого театра состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Первый показ единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. Лишь спустя 18 лет уже в Санкт-Петербурге, в другой хореографии, «Лебединое озеро» потрясет и зрителей, и критиков. С тех пор постановка стала классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира. 1945 год. Войска 2-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря и овладели городом Пёслин, важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на путях из Данца к Овщецин, отрезав войска противника в Восточное Померание, от его войск в Западное Померание, а также с боями заняли более 50 населенных пунктов. В 2009 году открылся Мемориальный музей Юрия Сенкевича, знаменитого путешественника, ученого, писателя, врача и телеведущего. Среди экспонатов представлены личные вещи фотографии ученого. В экспозиции также присутствует студия, в которой проходила запись выпуска телепередачи «Клуб путешественников», и которая позиционируется как главный экспонат. «Клуб путешественников» в этой квартире скоро это может появиться, в ближайшие несколько лет. Да, да, да. Между прочим, большинство городских квартир, как уже сказал Виталий, в ближайшие несколько лет вместо обычной стандартной телефонной розетки будут иметь новую оптическую, через которую уже не проводной оптический модем на совершенно другой скорости будет передавать цифровые данные. В компании «Белтелеком» с уверенностью заявляют, что современная IP-телефония, интернет-байфлай со скоростью 100 мегабит в секунду и цифровое интерактивное телевидение зала в прекрасном HD-качестве в доме или квартире – это уже реальность. Ну и, конечно, сегодня опять, да, мы дождались наконец-то погоду, Катерина. Прогноз погоды в утреннем эспрессо, дорогие телезрители. Присмотрим. Катерина. Катерина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Брест! Доброе утро! Доброе утро, страна! Доброе утро, дорогие брещане! Доброе утро, ребята! Доброе утро, ребята! Ой, какие вы бодрые, веселые! Рассказывайте, как у вас дела там в Бресте? У нас очень динамичное утро, наверное, с этого нужно начать, ребята. У нас все замечательно в Бресте, у нас на этих выходных ожидается прекрасная программа культурных мероприятий для жителей всей нашей Брестской области. Уже завтра у нас начнется... Доброе утро, что интересного у вас будет. Начнется с Дня милиции сегодня, да? С Дня милиции сегодня, конечно. Мы сегодня чествуем наших уважаемых правоохранителей региона. У нас будет в гостях замечательный человек, не будем раскрывать интригу какой. Вот, мы обязательно поговорим о работе, о планах на будущее и прочее. Вот, как обычно. Поэтому все будет у нас так вот, как всегда. Очень хорошо, очень интересно. Позитивно, на хорошей ноте. Ну а завтра, уже 5 марта, у нас ожидается весенний бал в областной филармонии, где все наши юноши, девушки Брестской области смогут погрузиться в романтическую атмосферу эпохи прекрасных дам и галантных кавалеров. Также, я хочу с Дня милиции. Миталия, ты обратишь, с какой улыбкой Екатерина, с каким удовольствием рассказывает про бал? Просто я не попала на этот бал. Вот, собственно говоря, и все, что я мог сказать по этому поводу. Нет, 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 Виталий, вы еще можете нам сказать про Масленичную неделю, мы об этом тоже слышали. Да, это замечательно, но все началось с того, что меня заставили к 8 марта побриться, заставили меня поменять прическу и сказали, мы идем на бал. Я, правда, танцевать не умею. Ну ничего страшного, мы будем импровизировать. Мне кажется, новый образ Виталий идет, как вы считаете, ребята? Абсолютно верно. Виталий, зачем усы сбрил? Да, по-моему, так же было. Виталий, ну ты хорош, ты свеж, ты бодр. Да, осталось научиться танцевать к субботе, и все нормально. Научишься, бал пройдет замечательно. Кстати, я хотел бы вам полезную информацию рассказать, поскольку праздники у нас большие, пенсии начнут выплачивать раньше, в Минске уже сегодня начнут досрочно выплачивать пенсии, а в Бресте завтра. Я думаю, Брест не попричал. Конкретно вам эта информация не пригодится, а вот зрителям да. Обязательно, обязательно, очень полезная информация. Ну, надеюсь, когда-нибудь пригодится. Спасибо, спасибо огромное за ваше настроение. Слушайте, если нас еще, они наслышат, конечно, наверное, через раз. Ребят, спасибо большое, прекрасного вам дня. Счастливо вам, спасибо вам, ребята, вам тоже всего доброго, хороших выходных вам. Всегда такие веселые, правда? Веселые, позитивные, но ребят просто тоже динамичные. Правда, пойдем на бал? Конечно, пойдем на бал, ты не готов? Ничего страшного, мы с тобой будем импровизировать. Замечательно. Ребята, которые пойдут на бал, они заранее репетировали, но ничего страшного, думаю, мы с тобой справимся, наряды у нас уже есть. Чудесно, сюжет замечательный мы готовим нашим телезрителям сейчас. Да, сейчас Татьяна Болтусь расскажет о милейших созданиях, которых, оказывается, можно держать дома. Это хорьки. Внимание, смотрим, затем обсуждаем. Будет интересно. Доброе утро. Среди не совсем обычных домашних животных особое место занимают хорьки. Кстати, эти питомцы прижились в некоторых домах и квартирах брещан. Очень милые, игривые животные. Но ни в коем случае нельзя подкупаться на милую внешность и невинные глаза. Иначе жизнь в доме будет идти уже не по вашим правилам. Они воруют все, что плохо лежит и все, что только можно достать. В поисках приключений засунут свой любопытный нос во все щели и углы квартиры. Не упустят возможности покопаться в оставленных без внимания женских сумочках. Без их ведомов в дом не заносится ни один пакет. Все тут же проходит тщательный таможенный досмотр. А еще они ответственные за все технические исправности. Знакомьтесь, Кира и Афя. Стиральную машинку, конечно, воспринимают как большую ныру. То есть у меня бывает так, что они вдвоем туда залазят. Один разгоняет барабан, а второй просто вот, ну, как кролики, начинают там бегать. Конечно, это непозволительно, потому что все резиновые предметы, то есть игрушки резиновые, обувь у машинки резиновой, это сгрызается на минуту просто вот. Вот. Обувь тоже, это один из любимых, особенно сапоги, куда можно занырнуть полностью. Вот. Ну и, собственно говоря, стельки вырываются, обувь съедается, прокусывается. То есть такие вещи надо убирать. И хотя спят хорьки по 20 часов в сутки, остальные 4 часа бодрствования их энергия просто плещет через край. У них всегда полно дел. Например, на случай великого голода необходимо запастись килограммами провизии. Была забавная история, когда мы купили 20 килограмм картошки, ну, так, на зиму. И вот поставили на балконе, они там гуляют на балконе, и Кира перетаскал полмешка себе в клетку, ну, про запас. То есть 10 килограмм осталось в одном углу стоять, остальные все лежали у него в клетке, то есть полностью под завязку. В итоге умаялся и лег на оставшиеся 10 килограмм. То есть это все мое, главное, чтобы было мое. А это веня и ванилька, те еще вредители. Если, например, вы долго не решались пересадить любимую пальму, в два счета помогут вам решить эту проблему. Если это не крупный цветок, то можно выкопать полностью, повредить корешки, разодрать цветочек и как бы оставить маме убирать, потому что он в этом ничего плохого не видит. Для него это естественно. Потом выходят такие маленькие шахтеры с черными мордочками, но очень довольные. Друг с другом они, конечно же, легко уживаются, а вот кошкам и собакам стараются показать свое «я». Кошка Мия, например, от такого соседства явно не в восторге. Ее регулярно объедают. Первое время они ее, конечно, покусывали, потом она проявила, что я тут все-таки хозяйка. И, собственно говоря, инициатива установилась так. Значит, хорьки под шкафами, кошка на шкафах. То есть разделяет их просто высота. Домашние зверки, если они, конечно же, правильно воспитаны, ручные и дружелюбные. Поэтому приучать их к правилам хорошего тона начинают с самого детства, когда у щенка только открываются глазки. Бить их ни в коем случае нельзя, особенно как многие воспитывают животных и бьют по носу. У них очень слабая носовая перегородка и очень легко ее сломать. Также нельзя их вообще, в принципе, по каким-либо частям тела бить, потому что это животное достаточно с характером и может вообще какое-то доверие человека к себе потерять. И, соответственно, будет еще больше пакостить и кусаться, и бояться идти на руки. Поэтому малыша стоит чаще брать на руки, гладить и играть с ним. Это позитивный зверек. Он бегает, он где-то падает, он сворачивается, он в полете с дивана успевает уснуть, и уже на полу это спящее тело. То есть он очень такой шустрый, активный, в то же время он умеет здорово отключаться, ну, чего хотелось бы, да. То есть после работы раз, все, мозги выключил и спишь. То есть, ну, набираешься от него привычек. Плюс то, что он такой активный, приходится подстраиваться, потому что где-то погулять, где-то побегать с ним. Он и требует к себе и внимания, и платит обычно за это внимание хорошо, то есть, любвиабильностью. Но одной лишь любви здесь недостаточно. Хорьки – это целый свод запретов и правил. Их нужно беречь от всего – от падений, холода, жары и сквозняков. Как криптонит для них жирное и сладкое. Со стола кормить тоже категорически запрещено. Обязательно прививать и показывать время от времени ветеринару. Многие люди не готовы к этому. Им кажется, милая зверушка, надо взять и купить, поиграться. А по итогу, оказывается, содержание как бы проблематично, потому что надо смотреть, чтобы они ничего лишнего не съели. Корм у них идет, если не натуральный, допустим, а кошачий идет, то он идет супер премиум класса, то есть тоже он недешевый. И постоянно ветеринарные услуги, постоянно прививки, осмотры врача. Увы, но не все владельцы хорьков могут элементарно пройти курс молодого бойца, потому забота об этом милом хищнике кажется обременительной. Мало того, далеко не все готовы тратить большие деньги на содержание таких вот вениаминов и ванилек. Поэтому среди животных так много отказников. Их берут под свою опеку члены первого общественного объединения любителей хорьков «Фуритус». Оно, кстати, совсем недавно появилось в Беларуси. И с его помощью хозяева могут бесплатно получать все необходимые консультации. Одним словом, прежде чем завести хорька, нужно хорошенько подумать, а справитесь ли вы, или все-таки стоит ограничиться кошкой бенгальцем или мопсом. И обязательно помните золотые слова Антуана де Сент-Экзюпери. Мы в ответе за тех, кого приручили. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. Спасибо, что встречаете этот замечательный день с утренним эспрессо. Мы продолжаем нашу программу. Виталик, вот скажи, ты когда-нибудь задумывался над тем, как завоевать красивую женщину? Нормальный мужчина должен задумываться об этом, конечно. Ну, а вот как получается порой так, что малопривлекательные юноши встречаются с настоящими красавицами? Это такие фишечки, тайны мужчин, которые умеют, наверное, завоевать женщину. Ну, не знаю, в данном случае что, есть какие-то секретики, о которых ты хочешь рассказать или поделиться накануне 8-го? Ну, это, конечно, не лично мои секретики, а секретики специалистов из университета Техаса, которые уже нашли ответы на эти вопросы. Они считают, что покорить того, кто намного красивее тебя, помогает, чтобы ты думал. Дружба. Просто обычная дружба. Этот факт в очередной раз подтвердило исследование, в котором приняли участие 167 пар. Оказывается, что за долгое время знакомства не очень привлекательным людям удается продемонстрировать такие черты своего характера противоположному полу, как доброта, искренность, надежность и преданность, нежели их более привлекательным соперникам. И что интересно, вот именно в большинстве случаев эти качества перевешивают недостатки внешности. Ну, много-много всего наговорила, это помнить достаточно сложно. В одном уверен, что у каждого человека есть особенности характера своего. Если любовь строится на дружбе, и вот это все взаимосвязано, все получится замечательно. Но я все равно знаю, что мужчины знают, что делать, когда хотят завоевать женщину. Ну, конечно же, своими секретами вы с нами не поделитесь. Ну, в таком случае, пусть эта информация будет вам, дорогие телезрители, на заметку. Но сейчас в нашей программе наши корреспонденты расскажут о клубе молока, который недавно открылся в областном центре. Смотрим. Клуб любителей молока открылся на открытом акционерном обществе «Савушкин продукт». Первое заседание клуба прошло в дегустационном зале предприятия. Здесь можно было не только попробовать продукты, но и услышать компетентные комментарии о сборе первичного сырья молока, в технологиях переработки, ингредиентах и мониторинге качества всей линейки производства. «Савушкин продукт» позиционирует свою продукцию как очень качественную и только со свежего молока. А новый проект – это попытка донести до потребителя всю пользу и необходимость для организма ежедневного употребления молочных продуктов. Тема первого заседания – естественность и сроки годности. Молочные продукты – это наше здоровье, это сбалансированное питание. И как тут ни крути, все-таки это источник и белка, это полноценного источника кальция. И очень много заболеваний, оно связано с неправильным питанием. Учитывая то, что наша компания поставила себе задачу уже в 2006 году работать над вопросом оздоровления нашего населения, предлагаем натуральные молочные продукты, мы и проводим этот клуб любителей молока. Побывали члены нового клуба и на обновленном производстве предприятия. Сегодня на 90% это завод «Автомат», где вмешательство человека в технологический процесс сведено к минимуму. Лучшее инновационное оборудование позволяет гарантировать здесь высокое качество продукции и безопасность. Об этом говорит и география поставок более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. С апреля 2013 года построили новый завод рядом с уже действующим в Бресте. И сегодня таких заводов в республике нет. Логистический центр на самом деле сказка, потому что он не только автоматизирован, он даже роботизирован. Сегодня это позволяет сократить отгрузки. За всем процессом, который происходит в цехах предприятия, ведется круглосуточный контроль с помощью телекамер, как это и должно быть на современном и высокотехнологичном предприятии. Планируется, что заседания клуба «Любители молока» будут проходить ежемесячно и каждый раз с новой темой для обсуждения. И на такой позитивной ноте мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу. К нам присоединился гость. Это Сергей Дученко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского обл. сполкома. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что так рано пришли в студию нашей программы. Встречайте этот день с нами. Это очень важно. Сергей, буду чуточку позже, ведь сегодня отмечают День Белорусской милиции. Хотелось бы для начала поговорить о вашей работе, подвести какие-то итоги работы. Вот с какими проблемами, вопросами чаще всего правоохранители региона сталкиваются? Расскажите. Ну, вы знаете, по статистике в этом году мы столкнулись с одной из таких проблем – это кражи личного имущества граждан. Прежде всего, это велосипеды, это кражи из дачных участков. Когда граждане весной возвращаются домой, они заезжают на дачу и увидят, что, к сожалению, кто-то злоумышленник вскрыл дверь или проник в дом и похитил имущество. Кроме этого, в этом году мы сконцентрируем усилия на профилактике преступлений и правонарушений в отношении наших престарелых граждан. Все-таки факты мошенничества еще постоянно бывают в нашей сводке, когда люди, представляясь сотрудниками различных социальных служб, заходят. Смотря на то, что очень много информации о том, что не делайте, проверяйте удостоверение все время. Есть такие факты. Последний случай в Луинецком районе, когда мужчина открыл дверь, посторонние женщины, к сожалению, зашли, представились социальными работниками и похитили 2 миллиона белорусских рублей. Сергей, ну вот с наступлением весны какие-то проблемы наиболее остро стоят в Брестской области, да? Весной имеет факт такой сезонный момент, когда действительно граждане возвращаются на дачи, занимаются благоустройством дачных участков и обращают внимание на то, что, к сожалению, было похищено в период зимний. И вот накануне вот таких вот сезонных изменений мы проводим такую активную широкую профилактическую работу. Мы предлагаем гражданам, садовым товариществам вместе с нами обеспечить сохранность своего имущества, чтобы весной, прибыв на дачу, вы сохранили свое имущество и с хорошим настроением начали сезон. То есть с велосипедами очень теплая зима, то есть это было даже, наверное, сезон не заканчивался велосипедами. К сожалению, велосипеды это действительно проблема. Уже в этом году мы имеем факты, значит, более 100 фактов, когда похищены были велосипеды. Если по статистике раз в два дня похищают велосипед, причем сейчас злоумышленники уже вооружаются специальными приспособлениями и трос уже не спасает. А что можно посоветовать в этом отношении? Совет простой. Если вы передвигаетесь на велосипеде и оставляете его где-то на видном месте, пристегивать его тросом к, ну, так сказать... Что-то очень должно быть, столб, специальный велосипед на видном месте, на глазах, чтобы это было. Может быть, вблизи камер видеонаблюдения. В ночное время лучше всего велосипед завести к себе в подъезд, в квартиру или в подвальное помещение, закрыть его на замок, не оставлять его на лестничной площадке. Сергей, вот вы только что рассказывали о профилактических акциях, мероприятиях. Дают ли они свои результаты? Да, вы знаете, в этом году мы решили немножко изменить подходы и начать профилактические мероприятия с наших несовершеннолетних детей. Больше сделать акцент на подростковую, такую правовую информационную безопасность их. Потому что взрослый человек, к сожалению, не находит много времени, чтобы обучить безопасность своих детей. Есть такой факт, когда дети сами занимаются. Кто-то играет в компьютеры, кто-то сидит в интернете, да. И вот контакта нет с родителями. Вот мы готовим сейчас проект мультипляционного нашего фильма. Он будет в профилактической направленности, который поможет нашим детям обучиться. А что в основном мультфильме? Интересно. Мультфильм, он впервые такой проект в Республике Беларусь совместно со студией анимационных фильмов «Беларусьфильма» Александр Ленкин. Вот он ведет творческий этот процесс. Мультфильм будет разыгрывать различные ситуации, в которые попадают дети Олеся и Костусь, вот наши герои. И которым помогает выйти из различных ситуаций наш участковый Федор Николаевич. Мы помогать будем детям правильно научиться переходить дорогу, летом правильно находиться на водоеме. То есть простые советы безопасности, как на воде, на дороге. И даже будем стараться их не только в городской местности обезопасить, но и в сельской. Ну а к Костусе Олеся понятно. А почему Федор Николаевич? Кто-то какой-то герой. Да, это известный участковый в городе Березе. Он более 30 лет прослужил на одном участке. То есть это существующий персонаж, собственно говоря, человек. Интересно будет посмотреть. А для кого будет доступен этот мультфильм, Сергей? Конечно же, мы хотели бы акцент сделать на такой дошкольников. Категория дошкольников. Люди, которые дети, они в этот период, 5-6 лет, воспринимают максимально полную информацию. И для них очень важно не только, чтобы сотрудник милиции, они знали, что он придет на помощь, но и сотрудник МЧС, медицинской службы. То есть это такой будет совместный в комплексе проект. Безопасно. А каким образом его можно будет увидеть? Тебя, наверное, тоже интересовало? Ну, наверное, да, в общем эфире будет. Или это будет специальная аудитория? Вы будете ехать в школу только показывать в школах? Либо это может быть даже в общем эфире посмотреть? Нет, сейчас он на стадии озвучивания, мультфильм. Если все будет хорошо, мы его презентуем на День защиты детей. Это будет очень символично в период летних каникул. Конечно же, мы его распространим в воздоровительные учреждения детские, в лагеря, когда детки будут больше находиться на отдыхе, будут воспринимать информацию, не так будут загружены. И, конечно же, плавно перейдем в учебное заведение. В общем, праздник сегодня начинается хорошими новостями. А вообще, вот сегодняшний праздничный день, он как-то будет что-то особенное? Какие-то, может быть, мероприятия? Мы сегодня 4 марта, 99-я годовщина белорусской милиции, но к этому дню мы подошли немножко заранее. 28 числа мы в Кобрине сыграли в хоккей. В хоккей играют настоящие мужчины. И вот такой символ – медведь, защитник на воротах. Давайте покажем, на какую камеру, да, ребята? Да, это традиционный уже турнир. Пятый по счету, вот он написан пятый, играла команда милиции Брещины и милиции Гродничин. Вот, к счастью, мы победили 6-3. Мы вас поздравляем, замечательно, праздник для вас начался хорошо, удачно. Правда, что еще ожидает? Вчера, накануне нашего праздника, мы провели торжественное мероприятие. Начало было со встречи руководства Управлённых дел с женами погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. По традиции мы возложили цветы нашего знака, да, минутой молчания почтили память, и после этого наградили лучших и показали праздничный концерт. Какая-то книга еще, я вижу, на столе, вы принесли ее, что это? Ну, буквально раскрывая все секреты, это книга «Совместный труд», Владимир Николаевич Ситуха, к сожалению, он ушел из жизни, но последние стихи, которые он написал, это были стихи о милиции Брещины. И вот мы решили в память о нем, в год культуры, совместно с редакцией областной газеты «Заря», с издательским домом «Альтернатива» Лилии Ивановны Утюковой, издать эту книгу. Во-первых, завтра первый день столетнего периода нашего праздничного года. Да, то есть мы завтра хотим совместно с нашими друзьями пригласить жену, дочь Владимира Николаевича и презентовать эту книгу. Конечно, экспромтно, очень хочется, чтобы почитал человек что-нибудь наизусть. Несколько строк, пожалуйста, Сергей. Серьезно? Может быть, четверостишь я. Вы знаете, мне вот очень нравится первое стихотворение, гимн Брестской милиции. Наизусть, нет? Ну, почти наизусть. Почти наизусть, но лучше... Буквально несколько строчек, Сергей, давайте. Они первые строчки, четыре строчки. С каждым годом город Брест все краше, и гвоздики у гранитных плит. Столько лет уже на мирной страже Брестская милиция стоит. Вот четко и понятно. Просто встать, похлопать, пожать руку, все что угодно. Сергей, ну и в завершении нашей беседы у вас есть возможность поздравить своих коллег, поздравить телезрителей с праздником, с наступающими какими-то праздниками. Пожалуйста, у вас есть такая возможность. Пользуясь случаем, конечно, в этот день, 4 марта, к сожалению, у сотрудников милиции нет выходных. И сегодня мы заступаем на службу. Но в этот день очень хотелось бы пожелать мира и добра всем нашим гражданам, нашим сотрудникам желание помогать людям, быть настоящими защитниками, профессионалами, чтобы граждане, глядя на сотрудников милиции, понимали, именно он придет на помощь и выручит тяжелую минуту. Ну а мы присоединяемся, наверное, к поздравлениям всех телезрителей вас сегодня с праздником. Главное – здоровья, мирного неба. Оставайтесь с нами, потому что без вас мы не справимся. Несмотря ни на что, в любую минуту человек набирает в беду 102, и мы приезжаем на помощь. Конечно. Здоровья, благополучия вам, вашим коллегам и вашим семьям в первую очередь. Спасибо. Хорошего вам праздничного дня, Сергей. Спасибо. Ну а мы напоминаем, что Сергей Дученко, начальник отделения информации и общественных связей ВД Брестского области полкома, был у нас в гостях. Ну и сейчас, дорогие телезрители, мы вам в продолжении темы предлагаем посмотреть сюжет Татьяны Болтуть о презентации посмертного издания Владимира Сетухи, о котором мы только что говорили. Пожалуйста, смотрим. Поэт и прозаик ушел из жизни несколько месяцев назад, оставив неисполненную мечту об издании книги, посвященной сотрудникам милиции. В свою очередь, в память о писателе, сотрудники Брестского областного управления внутренних дел и журналисты газеты «Заря» решили довести до конца дело жизни известного поэта, при этом посвятить издание книги столетию милиции. Каждому подразделению УВД Брестского области полкома он посвятил отдельное стихотворение, и оно осталось неизданным. Конечно, нам хотелось бы восстановить вот эту справедливость, издать вот эти вот напечатанные произведения Владимира Николаевича. Это приятно будет ему, это будет приятно память о нем, приятно семье, ну и, конечно, очень приятно всем сотрудникам, что их заслуги, их работа зачастую, может быть, сложная, тяжелая, иногда неблагодарная, но она нашла отражение вот в этих вот стихах. Для юбилея УВД Брестского областного полкома он издавал книгу, которая посвящалась сотрудникам правоохранительных органов, но не все его произведения вошли в эту книгу. У нас возникла совместная идея у редакции газеты «Заря» совместно с УВД Брестского областного полкома все-таки напечатать эти стихотворения, тем более, что в УВД сохранились стихи, посвященные милиции, а у нас сохранились произведения автора, которые до этого нигде не публиковались. Работа над изданием шла оперативно, соответствуя, так сказать, темпу будней сотрудников. Книга «Река времени» будет состоять из двух частей. Первая посвящается милиции. Однако, кроме стихов о правоохранителях, которые до сих пор не публиковались, в книге читатели найдут также лирику, прозу и отрывки из наиболее известных произведений Владимира Ситухи. Раскроется автор и как детский писатель. Дело в том, что незадолго до смерти поэт подготовил подборку стихов и для детей. Благодаря издательству «Альтернатива» на свет появилось 300 экземпляров реки. Этой книгой мы продолжаем серию публикаций наших авторов-журналистов «Зари». И так, в прошлом году уже вышла книга «След» и «Письма войны». В этом году мы также планируем издавать книги журналистов. Это будет как проза, так и поэзия. Также у нас запланировано издание книги по проекту, который выходит в газете «Автограф». Таким образом, совсем скоро увидят свет стихотворения Владимира Турова и Ольги Ролич в прозе Адама Таболича. Продолжаем наше замечательное утро. Всем еще раз доброе утро, кто присоединился к нам только что. Хорошее настроение, позитивные эмоции в эту пятницу. Наше динамичное утро продолжается. Прямо сейчас предлагаем узнать, какую же погоду сегодня прогнозируют синоптики в каждом из городов Брестского региона. Ну а партнер прогноза погоды – компания «Белтелеком». Технология «Джипон» – это новый стандарт телекоммуникаций. Ведь в ближайшие несколько лет большинство городских квартир вместо обычной стандартной телефонной розетки будут иметь новую оптическую, через которую уже непроводной оптический модем на совершенно другой скорости будет передавать цифровые данные. В компании «Белтелеком» с уверенностью заявляют. Современная IP-телефония, интернет-байфлай со скоростью 100 мегабит в секунду. И цифровое интерактивное телевидение зала – это уже реальность. Погода. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Не перестаю, не устаю говорить о том, что эти замечательные люди с улицы Советская очень бодрят по утрам, всегда улыбаются с хорошим настроением. Уверен, у каждого нашего телезрителя тоже должно быть сейчас хорошее настроение. Тем более перед нами еще один розыгрыш. Разыгрываем мы сертификат на один макияж от профессионального визажиста Карины Савчук. Он действительно будет в течение трех месяцев, дорогие телезрители. Номер телефона студии прямого эфира 21 55 65. Вы слушаете наш вопрос, звоните, давайте правильный ответ и получаете сертификат. 50% скидка на этот замечательный макияж. Вопрос, который сейчас вас ждет, вот каков. Какая итальянская актриса и певица является обладательницей самой большой коллекции губных помад? Мне очень хотелось задать вопрос именно про актрису. Все-таки накануне 8 марта надо бы подготовиться посерьезнее по информации, связанной с женщинами. Надо бы, надо. Кстати, Виталик, ты готов к 8 марта? Это тоже такой маленький секрет. Но вот как раз по поводу губной помады. Хороший, наверное, подарок, вот если бы мужчина подарил тебе губную помаду? Я думаю, что губных помад много не бывает, поэтому я была бы счастлива. А если бы для меня выиграли такой вот замечательный сертификат от Карены Савчук, я была бы счастлива. А если бы не угадал с цветом? Ой, ты знаешь, я думаю, нужно покупать нейтральный тон и точно не прогадаешь. Белый. Виталик, не дари свою женщину помаду. Не дари ей помаду. Ну что же, может быть, кто-нибудь догадывается, сколько в коллекции это помад губных? И что это за женщина такая интересная, довольно-таки известная итальянская актриса? Угу. Дорогие телезрители, 21 55 65, и пока вы набираете номер телефона, мы с вами поделимся интересными фактами о декоративной косметике. Итак, изобретателями лака для ногтей являются китайцы. Они предложили его более 5000 лет назад. Древний лак делали из пчелиного воска, смолы, яичных белков и цветного порошка. Кстати, в Древнем Китае были модными очень длинные ногти. Они имели длину примерно, Виталик, 25 сантиметров. Представляете, что это такое? Сложно. Я знаю, что язык у большого пестрого дятла 12 сантиметров. Хорошее сравнение. Это два языка большого пестрого дятла. Здесь получается, да, смотри. Понимаешь? Притом, вот я знаю, что мужчины вот эти вот самые длинные ногти в 25 сантиметров считали амулетом от зла. И что-то было бы, я знаю о том, что это было так же красиво. А ты считаешь это красиво? Да, считается как, ну нет, у тебя 25 сантиметров. Нет, нет, слава богу, нет. Ну лак у тебя красивый. Мы живем не в Китае. Спасибо. Кстати. Да, длинный маникюр свидетельствовал о том, что женщина благородного происхождения. А мужчины, которые видели в таких женщинах свое будущее, они очень надеялись, что это будет их избранница. И поэтому, наверное, выбирали по ногтям. Но как-то сейчас все по-другому. К счастью. К счастью. Не надо длинных ногтей. Это очень радует. Кстати, я еще знаю, что в 18 веке в Англии дошло практически до того, что люди чуть было не выдали закон, который бы позволил мужчинам развестись женщиной, если та сделает себе макияж. То есть тогда макияж был вообще не в моде абсолютно, понимаешь? Да. Ну и сейчас мужчины, наверное, не любят ярко накрашенных, чрезмерно женщин. Правда, наверное, практически ничего не изменилось. Но до развода у них не доходит. Ну, в общем, все хорошо. Все хорошо, замечательно. Давай еще, наверное, один раз повторим вопрос, если не будет звоночком. Тогда будем двигаться дальше. 21 55 65. Телефон в прямом эфире. И вопрос был... Вопрос был следующим. Какая итальянская актриса и певица является обладательницей самой большой коллекции губных помад? Подсказываем. В ее коллекции было 200-300 тюбиков. Примерно так. Счастливая женщина. Да. Я вам скажу. Каждый день новая губная помада. Ну, а звоночка у нас нет. В таком случае мы этот сертификат оставляем на потом, дорогие телезрители. Свой шанс вы упустили сегодня. Далее мы продолжаем. Уважаемые зрители, к сожалению, нам показывают о том, что время подходит к нашему эфиру к концу. Это сегодня было очень быстро. Динамично, ярко. Динамично, ярко. Минус переопомнится даже, да. Что ж, дорогие телезрители, будьте счастливы. Чаще улыбайтесь и мечтайте. Ведь у мечты есть приятная особенность сбываться. А с вами в студии прямого эфира работали мы, Виталий Иванов. И Катерина Стрихат. Сегодня очень интересный, яркий, интересный эфир. И уверен, выходные, которые будут через один день, у вас получатся такими же хорошими. Праздничными, яркими и динамичными. А мы с вами прощаемся. До скорой встречи в эфире телеканала «Беларусь-4 Брест». Всего доброго. До свидания.